привет всем вы на канале ирен адлер сегодня будем смотреть новую распаковку пока я хожу по барахолке и переверну камеру чтобы вам немножко показать это место здесь конечно очень интересно смотреть на всякое старье на антикварные вещи но друзья вы знаете на таких обычно антик базарах как раз украшений очень мало мало что можно найти практически ничего я здесь обычно не нахожу но само место и атмосфера мне здесь всегда очень нравится я не снимаю обычно барахолки мой канал не про это поэтому давайте смотреть распаковку украшений ну как всегда по традиции начну распаковку на мой взгляд с простых каких-то вещей простое вот колье с гранатовым стеклом очень популярны такие украшения в советское время шестидесятые семидесятые даже восьмидесятые наверно и с гранатовым стеклом и с просто прозрачными кристаллами белыми знаками с обычными общим с кристаллами а.б. с эффектом а.б. гранатовое стекло красиво тем что на ярком солнце она действительно отсвечивает красным красивый оттенок дальше посмотрим брошки а тоже начиная начну с простых так сказать вот такие брошки я думаю что вы знаете из меха норки они тоже несколько раз уже попадались и здесь у нас и в германии я часто находила и вот именно такая вот с жемчужинкой внутри точно такая второй раз мне попадается и мне она так нравится что я наверное оставлю в своей коллекции у меня есть из коричневой темной норки брошка и это будет к ней в пару дальше такая брошь забавная виде стола и чайника с чашкой она мне понравилась именно своим вот этим сюжетом какой-то он такой интересный если допустим подбирать броши со смыслом вот такие вот смыслы очень хорошо передают настроение например вы идете куда-то на чаепитие надеваете такую брошь но это так ради забавы потом вот смотрите какая интересная брошь на срезе дерева явно это какой-то хендмейт но знаете он как-то так сделан очень не знаю так вот качественно и очень аутентично как-то посмотрите вот эти цветы они настоящие засушенные цветы и залиты эпоксидкой вот на таком деревянном срезе это брошь очень смотрится аутентично и мне показалось что она настолько необычно в общем я не видела я обычно конечно же хендмейт такие вот изделия винтажные старые не покупаю но это это привлекло мое внимание настолько что я решила забрать дальше интересная брошь с настоящим лазуритом она очень простая и судя по иголке очень старая это наверно начало двадцатого века может быть даже еще девятнадцатый но камень здесь настоящий это сразу было видно я разглядела это еще на барахолке хотя брошь видите очень лаконичная скажем так главное это главная цель это удержать камень но лазурит очень красивый и потом когда я не ждите настолько старинные уже старые броши я не могу их оставить следующая брошь традиционная можно сказать чешская брошь опять же шестидесятых минут 70-х годов кристаллы а.б. красивые с такими вот сера сера ты че ты не какими-то очень красиво смотрится естественно сверкает как вы видите всеми цветами радуги тоже красиво и вот это вот форма домика какая вот как крыша грибочек всегда выигрышно смотрится еще несколько чешских брошей покажу в этот раз вы знаете я часто их показываю я много их нахожу коллекционирую ну так далее вот такой клеверный листик очень красивый милый маленький хорошо будет комбинироваться и в композиции с другими брошками классный такой следующая находка шикарная чешская брошь еще и с красным квадратным кристаллом по центру любая форма кристалла отлично от овального мне кажется уже интересный соответственно брошь конечно шикарная здесь несколько ярусов красивая изнанка как классическая чешская брошь к ну и уже не раз говорила что красному цвету я у меня особое отношение не люблю мне кажется что многие видят красный цвет в украшениях это хороший способ сделать яркий акцент в образе такой красный особенно если кто-то не любит красную одежду а вот красные аксессуары это может оказаться очень очень хорошим решением ну и в прошлом видео я делала такой акцент на красных украшениях кто не видел посмотрите там я показывала несколько тоже находок красных еще одна брошь тоже чешская тридцатых годов еще до военного периода нежная красивая старенькая но вы знаете меня вот по поводу этой броши возникают какие-то такие смутные сомнения не знают на на уровне интуиции это я поэтому не знаю как объяснить их вроде бы все признаки как бы старых украшений но в то же время меня вечно смущает такой вот блеск нового изделия ну вы знаете я часто рассказываю исторических своих видео про историю вообще чешской бижутерии как находят до сих пор мешки новых изделий новых комплектующих спаивают их и как-то их приводят в нормальное состояние не знаю в общем такая вот область какая-то не до конца изученная которая у меня вызывает двоякие чувства всегда но эту брошь я взяла потому что у меня похоже уже было только она была более такая прямоугольник такой более приближенный квадрату скажем так а так и дизайн что был абсолютно такой ну и вот эту брошь я тоже решила забрать так еще одна брошь листик очень милый нежный здесь не хватает одного камешка вот здесь внизу я предполагаю что он должен быть синенький потому что видите на каждом листике два синих один белый два один белый но такой синенький камешек вряд ли я найду а вот жемчужинки у меня скорее всего будут поэтому я наверно клею сюда белого жемчужинку и этот листик такой миниатюрный но у него тоже есть видите двойное дно дно закрывающие изнанку все по классике чешских брошей очень он очень красивый этот листик букетик с листиками прекрасный и еще одна чешская брошь которую я очень долго чистила не смотрите на то что она так блестит она была в ужаснейшем состоянии была найдена мной в абсолютно стопроцентном мусорной коробке куплена за три копейки я ее очень долго очистила и привела ее в такое вот состояние идеальное нужно сказать оставлю эту брошку в своей коллекции вот знаете вот вот насчет этой броши когда у меня были сомнения потому что я ее уже купила вот такую блестящую а эта брошка хотя по виду она видите как бы схожа с этой но она вызывает у меня больше доверия потому что я ее реально видела в плохом состоянии в ужасном состоянии она была с грязная в патине в общем ужасное видите здесь а вот эти вот лепесточки не знают эти вот части они с холодной эмалью конечно эмаль это уже с повреждениями не в идеальном состоянии тем более это холодная эмаль а холодная эмаль она вообще хрупкая такая достаточно чешские броши очень часто до военного периода имели вот став в своем декоре холодную эмаль единственное что у меня возникают вопросы вот видите здесь вот две вот эти вот два ложа вот таких под кристаллы я не знаю были ли они здесь или нет может быть жемчужники какие-то здесь были я даже не знаю я попробую сюда примерить жемчужинки и может быть их вклеивать сюда они вместе с вот этой холодной эмалью белой знаете как заиграет мне кажется на мой взгляд не знаю может быть их тут и не было вообще может быть у кого-то есть похожая брошь что вы скажете послушал ваше мнение в комментариях если кто-то из вас поделится пишите что вы думаете были тут жемчужины или не было или может быть какие-то другие кристаллы здесь были но обычно если кристаллы и жемчужины то на дне остаются следы часто это бывает видно амальгаму от кристаллов или кусочки краски вот этой жемчужиной но здесь ничего нет они абсолютно чистые даже несмотря на то что я эту брошь чистила очищу я всегда очень грязные изделия я всегда чищу можно сказать под микроскопом под лупой то есть я вычищаю все с лупой все очень тщательно ладно уже по-моему много внимания для брошки уделила еще одна брошь чешская на сегодня последняя это вот такая стеклянная брошка с пегасом я буквально в прошлом видео с распаковкой показывала вот этого пегаса видите вот слышите звук это стекло полностью стеклянная брошь очень старая вот эту брошь я нашла без иглы иглу я вставила из другой броши слом с такой старой уже абсолютно старой сняла это был это была брошь черная целая абсолютно и в моей коллекции есть еще третья брошка вот такая голубая я ее нашла самую первую и мне показалось ну то есть я считала что это брошь еще буквально 19 века но после того как я нашла еще две вот таких и я уже начала сомневаться что это настолько старая брошь хотя на всех на них вот такие застежки старого образца но не знаю я еще посмотрю в других стеклянных брошах какие там застежки так что в общем моя идея о том что вот эта брошь старинная антикварная похоже начинает рассыпаться вот не знаю еще буду исследовать эту тему так дальше у меня есть два кулона вот такой красивый клоузане с птицей цветами буквально недавно в одном из последних видео я показывала такой вот клоузане овальной каплевидной формы тоже там была бабочка и цветы тоже он был такой же двухсторонний мне кажется идея двухстороннего кулона просто бесценна потому что как как бы он у вас не повернулся как бы вы не надели эту цепочку кулон будет висеть правильно лицевой стороной два лица у кулона ну и само собой клоузане великолепная работа эмаль прекрасная полностью в отличном состоянии и еще одна подвеска я думаю что вам знакомые подобные дизайны арт новое это начало двадцатого века возможно конец девятнадцатого такие кулоны на память куда вставляли фотографии единственное что он перевернутый вот видите подвеска есть а портрет наверх ногами а я сначала подумала что он перевернут да что вот как то так потом я посмотрела на изнанку но изнаночная сторона очень как-то так выглядит как будто она не тронутая никто ее не вытаскивал не знаю в общем у меня сомнения я боюсь ее вытаскивать на портрете такой маленький мальчик знаете когда такие вот броши продаешь всегда кажется что ее купит кто-то и поменяет фотографию но в этом случае мне кажется что это знаете смотрите у меня отвалился вот это да да все и что самое ужасное что самое ужасное здесь отломаны лапки видите я ничего не делала с этой брошью настолько она хрупкая была что я вот как вам и говорила не решалась даже ее открыть чтобы поменять этот портрет в общем вот прям в прямом эфире такое происходит можно сказать показывала поэтому вам как она есть да не буду вырезать этот момент конечно из видео покажу его вам вот в таком виде ладно потом после после видео я это все посмотрю в лупу но предчувствия у меня плохие потому что здесь не за что прицепиться такое впечатление что лапки отломаны ладно потом буду исследовать глупо это все так я от растерянности даже потеряла нить рассуждения ладно покажу еще флакон вот такой большой флакон чешский а я его помыла что удивительно но он все еще до сих пор остается грязным потому что здесь вот надо в дырочках все вычищать все очень тщательно но флакон очень красивый крышечка посмотрите какая здесь чеканка камни под березу несмотря на то что его почистила потом посмотрела знаете какие-то части видите стали блестящими а вот здесь все равно черный такой налет остался я посмотрела в лупу мне показалось что это холодная эмаль какая-то остатки холодной эмали вот это не грязь возможно это центральная часть была только покрыта и возможно и бокал боковые тоже не знаю но флакон очень красивый когда мне попадаются чешские флаконы тоже это обязательно беру и в коллекцию несколько флаконов я даже продала о чем жалела потом потому что мне казалось что я еще смогу купить у этого продавца но с тех пор к сожалению его больше не встречала барахолка дело такое если ты не взял сразу потом может и не быть так и переходим к последней части моего видео это клипсы клипсов у меня тут несколько пар сразу покажу вам вот эти вот огромные просто два яйца такие знаете огромнейших не знаю насколько старые эти клипсы во первых это очень красивый лицид имитирующий забыла как называется этот камень вспомню сейчас по ходу рассуждения обсуждения и скажу но посмотрите насколько современная форма этих клипс матовое золото вот такой вот понятая идет под стать сама самой вот этой цветной вставке такое же мятая как и эффект на люциде на этом стекле пластика вам скажем так серьги очень красивые очень эффектные но они тяжелые они достаточно тяжелые и на скорее всего будут подходить на очень крупное ухо крупную мочко ухо потому что на мне они не держатся они держатся они прям спадают вот то есть носить их практически невозможно но они настолько красивые что я просто просто обалдела насколько они современные красивые и шикарные не перестаю их нахваливать вот итак переходим к моим сокровищам которые будут последними в этом видео это чешские клипсы я их сейчас выложу всем нашла я них у одного продавца в совершенном мусоре абсолютно в абсолютно такой грязи ужасном состоянии я их сейчас уже почистила привела в порядок вымыла я их мне пришлось их реально искупать потому что обычно я практически мою вот так вот что украшение их нельзя мыть иначе выпадут все кристаллы но здесь кристаллы всем закреплены в пронгах в лапках поэтому их можно было мыть вот единственное что на этих вот двух есть по два кристалла в клеенке сейчас покажу я очень боялась что они выпадут но выхода другого не было как помыть все эти клипсы потому что они были ну просто вот как будто знаете вот их вытащили из грязи все это в патине в грязи в пыли паутина прямо в общем я такого ужасного состояния еще не видела но я не могла их там оставить потому что как вы видите они все прекрасные и к сожалению одна клипса вот к ней не нашлась пара мне кажется что самая шикарная из этого набора но к ней пару я так и не нашла как ни старалась как ни пыталась пары к ней не было вот когда я находил эти клипсы мне показалось что они все они до военного периода но к сожалению выбиваются из этой версии вот эти два варианта наборные клипсы с бусин очень красивый цвет черные бусины с таким бензиновым отливом и клипсы с эффектом а.б. кристаллы с эффектом а.б. они уже появились в пятидесятых годах эффект а.б. поэтому 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 я все таки склоняюсь что все эти клипсы наверное ну и вот такой дизайн абсолютно в шестидесятых годах более свойственным шестидесятым поэтому мне все таки кажется что это клипсы из шестидесятых но они были настолько грязные настолько ужасные что казалось что им уже пять веков я не знаю в общем покажу давайте вам их поближе по отдельности очень красивые прямо царские такие варианты и на самом деле они а после того как я их помыла стало видно что они очень хорошо сохранились конечно покрытие у них пострадало как вы видите ну условия хранения естественно но все равно они прекрасные после чистки оказались очень красивыми сверкающими ну и вы видите вот покрытия на них нет то есть слезло вот здесь было наверняка серебряное покрытие вот сверху но оно слезло все вот такие клипсы очень долго я их чистила прямо весь вечер купала мыла перемывала но самое главное что здесь все абсолютно все кристаллы на месте несмотря на такой вот варварский способ хранения и вот это все они остались целыми а это большая редкость даже большее чем бывает в чистых более ухоженных вещах бывают они с утратами а эти на удивление мое оказались целыми со всеми кристаллами пройдусь в конце видео по всем украшениям покажу их еще раз крупным планом и буду заканчивать это видео надеюсь оно вам понравилось буду очень рада вашим лайкам комментариям подписывайтесь на канал всем пока до встречи в следующем видео субтитры субтитры